Ну как, жарко в Томске? Да, ну, мы сделали дню рождения, думали, 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 подарим Господу те таланты, те дары, которые Господь нам дал. И я слышал много великих людей, которые говорили, когда народ поет свои песни, которые сочинял, там начинается пробуждение. И я уверен, братья и сестры, что пришло время петь наши песни, собственного сочинения, пережитые где-то, пережитые сострадания в общении с Богом. И приходит, и будет пробуждение. У вас такое замечательное прославление. Пишите песни свои, пишите диски, вот такие качественные. Да, это стоит что-то, но Бог оплачивает все это. И слава Богу, слава Богу. Вы можете там найти где-то на ютубах, если вам охота послушать такие песни наши, то мы будем рады. А сегодня я хотел бы проповедовать такую хорошую проповедь, на мой взгляд, посмотрим, как вы примете ее. И прежде чем читать то писание, о котором я хотел бы поделиться, я хотел бы прочитать еще одно место из священного писания, книга Ниемия. Книга Ниемия. И даже немножко, немножко так поразмышлять с вами. Я человек такой, ну как сказать, ищу обратной связи. И вы бы мне, если аминь говорили когда-то, ну если это соответствует вашей вере, то было бы здорово. Ну, к примеру, давайте сейчас так потренируемся. Ну, к примеру, если я говорю там, Иисус Господь. Аминь. Ну, Иисус же Господь, правда? Аминь. Если Бог любит нас. Аминь. И у Бога есть великий план на нашу жизнь. Аминь. Да, да. А можно так, знаете, как бы, чтобы, ну вот, немножко я буду помогать вам. Я знаю, что вы будете заслушиваться, я очень хорошо проповедую. Аминь. Да, вот аминь здесь вот то сказал, это вот. Аминь. Вот. Ну, я буду так немножко помогать вам. Я буду руку поднимать, а вы аминь говорите. Даже если вы зависли и где-то пропустили мою мысль, но если руку видите, помню, то вы говорите аминь. Ну, к примеру, если я сказал, Иисус Господь, а вы затормозили. Если Бог любит нас. И у Бога есть великий план на нашу жизнь. Ага, вот здесь вот, вот это Аллилуйя будет, ладно? У Бога есть великий план на нашу жизнь. Иисус Господь. И Бог любит нас. Ну, вот примерно так. Надо же как-то сжигать калории. Вот. Ну, и вам бодрствовать тоже. И знаете, книга Ниемия, да? Там, наверное, меня дернут за веревочку, когда время закончится, чтобы я уже... Или здесь у вас, может, люк такой, уйдем туда. Вы же церковь современная. И все, и привет, букет. Вот. Книга Ниемия. Наверное, каждый слышал или, возможно, читал из этой книги историю об одном человеке по имени Ниемия. И знаете, это огромная честь, если в честь человека назвали целую книгу и поместили это в Библию. Уже нормально получается. И знаете, я подумал, думаю, интересно, а что он сделал вообще? Вот что сделать для того, чтобы... Ну, вот мы видим на домах в Сочи, там, в Сибири у нас, на домах есть таблички, и вот этот дом, вот здесь жил этот, здесь жил этот. Улицы названы в честь какого-то человека. И в Библии то же самое, это ничего не нового. Знаете, Бог отмечает этих людей. Оказывается, все в Библии ясно, Бог не скрывает ничего. Не просто Ниемия. А кто такой был Ниемия? А вот потом догадаетесь, когда придете на небо, вы должны его узнать. Нет, мы знаем, кто такой был Ниемия. Ниемия был в виночерпе у царя. И у него, казалось, было бы все хорошо, работа есть. Ну, представляете, вот вы при царе служите. Ну, как бы это не самая высшая должность, но это не самая низкая. Просто виночерпе у царя. Он всегда, то есть, я так понимаю, что у него есть работа, у него есть зарплата стабильная. Не просто там какая-то жди, может быть, дадут, да. У него есть жилье, у него все есть, виночерпе у царя. Ну, что, престижная работа. Знаете, и, казалось бы, все есть, и вот и пришел какой-то там брат, мы читаем в первом главе книги Ниемия. Пришел какой-то брат, пришел, и он спросил, а как там наши, как там в Иерусалиме? А он говорит, да все плохо. Иерусалим, стен нету, город разграбляется, каждую ночь приходят какие-то враги. То большая группа бандитов, то маленькая. Воруют, убивают, насилуют, потому что нет стены. Печально. И он, знаете, что, интересно, он сел и заплакал. Вот, знаете, казалось бы, вот, когда все есть, когда ничего не надо, ну, обычно в наши дни, ну, кайфуют люди, да, ну, что, аллилуйя, классно, все есть. Живи, душа, насыщайся, гуляй. А, знаете, а Ниемия не такое. Он сел и заплакал. И он говорит, а как там братья? Как там мои братья? Сидит и плачет. Мы плачем, когда у нас ничего нет. Ну, как бы ничего нет, ну, давайте так скажем. Когда у нас трудности, проблемы, нам нужен прорыв. Плачем же, да, пред Богом. Бог. Не можешь сказать сейчас аминь, скажи ой. Бог. И Бог так бах, ну, на тебя, кропи водой. Такой. Берет. И аллилуйя, слава Иисусу Христу не умер. А, знаете, а когда мы плакали, последний раз, когда у нас все есть, а мы плачем. Потому что у братьев нету ничего. Потому что у братьев проблема. И знаете, ну, повернитесь к ближнему еще. Я вас сегодня достану. И скажите, так с улыбкой, с любовью скажите друг другу скажите. Случайно не знаешь про кого, говорит, пастор из Томска? Пока нет, не врубаешься, да? Чего он ответил? Он сидит такой, вообще пока не понимает. И знаете, и дело в том, что он потом, ну, я ускоряю, потому что это не важно, ну, такой, это он, это история поможет нам прийти к той истории, о которой я хочу говорить. И он поехал там, поехал, собрался, поехал посмотреть. На самом деле все было действительно так, все было печально. И он начал строить. Он оставил вот это все, успех какой-то, вот этот, мирской такой. Он оставил там достаток свой. Он поехал в город, где нет стен. А знаете, в город, где нет стен, он подвергал себя какой-то опасности тоже, правда? Ведь в любой момент могли прийти те же самые враги. Он начал служить. Он пошел туда, где было небезопасно. И знаете, просто начал делать. А люди, которые там жили, да, немножко о людях, они смеялись. Они, кто? Нееме, эти, эти рабы. Вот эти, они построят, что они там построят вообще? Да лисица пойдет, вот просто лисица пойдет, хвостиком вильнет. И разрушится вся эта стена. А они продолжают строить. Он смотрит, он осматривает, он там, ну много можно. Давайте домашнее задание дам. Вы просто, вот они, четвертая глава вот этой книги Нееме, говорили при братьев своих, самарянских военных людях, сказали, что делают эти люди жалкие, иудеи. Неужели это дозволится им? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживут камни из груд праха и притом пожженные? Видите, вот такие вопросы. Это четвертая глава, четвертая глава, второй стих. У них много-много вопросов было. Неужели, неужели они купят храм? Неужели они будут там поклоняться? Да и не будет этого. А они говорят, да посмотрим. И знаете, вот они строили, строили. И я хотел бы прочитать с вами, ну шестую главу. Как бы мысль ясна, я думаю, да, если вам ясна мысль, скажите. Если вам мысль не ясна, скажите. Шестая глава. Когда дошло до слуха Санавалатова и Тови, Гишема, Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, смотрите, уже отстроил, и не оставалось в ней повреждений, то есть все четко, впрочем, до того времени еще не ставил дверей ворота. Тогда прислался Навалат и Гишем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если я оставил его и сошел к вам». Четыре раза прислали они ко мне с таким же приглашением, а я отвечал им тоже. Тогда послал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. Но в нем, и знаете, ну, там дальше, вы же дома прочитаете, правда? И вот здесь вот история, где-то на середине, то есть он говорит, я уже стены построил, я уже все сделал, а там же интересно еще в одной руке меч, другой мастерок, да, вот это все. Не напоминает это нашу жизнь такую, знаете? Мы когда приходим к Богу, у нас вроде есть что-то, но стены разрушены. Знаете, вот вроде и живы, слава Богу, и как бы здесь, и все. А не напоминает ли кого-то жизнь вот этого нееми? Кто-то взял, оставил все и пошел служить Богу, знаете? Мы можем сделать какие-то сравнения, увидеть, а где я здесь? Где? Когда все хорошо, когда уже ты еще не президент, но рядом с президентом. Ты как бы не генерал, но рядом, да? И ты берешь, оставляешь все, и идешь, строишь с некоторыми людьми какими-то. Просто Бог побуждает, Бог вкладывает желания. И знаете, и ты смотришь, думаешь, интересно, а где я в этой истории? Может быть, кто-то здесь, как Гешем, Санавалат или Товия. Боже упаси, нам быть такими. И вот здесь они строят все. И знаете, вот он сидит на стене, там, работает, мастерок. И они договорились, что как только, если враг где-то пойдет, сразу же горн, этот, шафар. Они туда сразу же, бам-бам-бам, надавали там, оплеуха этим, отогнали этих врагов и дальше строят. Ну так было. Знаете, и знак такой был. И вот они уже построили все. И тут уже другой разговор приходит. Тут уже приходят и уже не смеются над ними. Да ну, кто эти там иудеи? Да ну, они там, что они там построят? Какие там стены? Камни там. И при том, еще бэушные камни-то. Из бэушных все строили. Камни были уже обожженные, уже пользовались. Знаете? А Немия говорит, сойди, Немия, давай поговорим. Давай с тобой поговорим серьезно уже, толерантно уже. Давай решим вопросы здесь. А тот говорит, да некогда мне с вами. Тут разговаривает. У меня дело есть. И он говорит, я занят большим делом. Вот знаете, Немия знал, что он делает. Знаем ли мы, что мы делаем? Ну, кто я такой? Я там стою, там вот где-то на входе, встречаю людей. Да кто я там? А сейчас у нас в церкви еще медицинская служба, температуру, градусники. Да я-то там что, там вот постараний, там вот там-то говорят. А я-то что, там температуру замеряют уже. Нам нужно сказать, я занят большим делом. Скажите, я занят большим делом. Что бы ты ни делал? Что бы ты ни делал? Служба порядка. Ты пошел кофем напоил кого-то, сегодня кто первый раз? Это большое дело. Это большое дело. Те, которые пришли первый раз, они даже с пастором еще не общались. Они с тобой встретились. И как встретились, знаете, у него будет впечатление. Это большое дело. Сказал, ну что там кофе дать там? Не-не-не. Это, скажи еще раз, я занят большим делом. Когда мы поклоняемся, когда что-то мы ставим, любая Божья работа, любая, это большое дело. Я вот встречаюсь здесь на улице, я кого-то привез. Чем занимаешься? Ну, как бы там, знаешь, там, в принципе, ничем. Не, я так не считал. Он говорит, сойди, давай поговорим. Он говорит, мне некогда с вами, ребята, разговаривать. Я занят большим делом. И проповедь моя называется, я занят большим делом. Если мы поймем, что это большое дело, то, что мы делаем. Когда мы жертвуем. Ну, вот там у нас побор не побор, собор не собор там. Ну, как бы, ну надо же так, чтобы мимо не прошла. А я тоже так, чуть-чуть. Во имя Иисуса. А некоторые так, Господь, пусть минует себе чаша. Не, все. О, аллилуйя прошла. Не, это большое дело. Поэтому. Можно я вас опять достану, скажи? Скажите мне так, скажи. Ага. Через пять человек, что ли? Томские только одни. Вот здесь меня больше любят. А здесь, ну-ка, кто? Ага. Оказывается, здесь больше. Ну-ка здесь. Ну-ка здесь. Вот. Вот они, они красавцы. Скажите, ага. Мне кажется, я начинаю понимать. И знаете, и он говорит такие вещи, еще немножко, остаемся на Ниеме. Он говорит такие вещи, если я сойду, то дело остановится. Брат, ну думай скромно, ну по мере веры. Братан, ну что ты? Ах, порпес. А кто-то скажет, да он гордый. Нет, он смиренный. Он оставил все. Работу, должность пошел. Он очень смиренный, он очень послушный. Но он знает. Если я сойду. Если, если я сойду, то дело остановится. Вот это момент такой. Если я сойду. И знаете, что дьявол, он хочет нас. Давай сойди. Что-то ты служишь, ты здесь что-то поешь. Ты что-то здесь ерундой занимаешься. Ну ты раздаешь какие-то буклетики там, или встречаешь кого-то. Да иди ты вон, сядь посиди. Ляг пошплись, все пройдет. Но мы должны сказать. Я занят большим делом. Служить великому Богу. Где бы мы ни были. Что там, возить, таскать чемоданы там, я не знаю. Подметать, убирать, расставлять стулья. Тебе братан встречает какой-нибудь там, вы там, ну вы были лидерами вымышленной группировки. Сейчас как бы ты покаялся, а он еще там. И говорит, братан, что как делаешь там, что делаешь? А ты стулья расставляешь в церкви. А тебе как-то и неудобно сказать-то. Ну как-то, ну неудобно это по-сочински, по-томски это стремно. Ну как бы, тебе стремно сказать так, знаешь, что ты стулья там расставляешь. Ну что подумают пацаны? Да? Ты должен сказать, что там делаешь? Я занят большим делом. Я занят большим делом. И здесь, знаете, и не то, что мы. Кто на евангелизацию? Мы. Кто жертвовать? Мы. Кто молиться? Мы. Когда на молитву приходишь, а где мы? Только я один. Я. Я занят большим делом. Что бы ты ни делал, я занят большим делом. Сойди, давай сойди. И вот знаете, здесь интересно, он не сошел. И дьявол не остановился. Он говорит, четыре раза. Представляете, наглый какой, а? Четыре раза приходил и говорит, ну сойди, ну давай поговорим. Ну хорош уже. Ну да. То есть они уже начали волноваться. Стена уже была установлена. Только двери еще не поставлены. Ну давай сойди. Ну давай поговорим вообще. Знаешь, некоторые есть вещи, когда у тебя захотят время забрать. Но ты должен сказать, я занят большим делом. Я не сойду. Потому что если я сойду, то дело остановится. Вот представляешь, насколько, когда мы понимаем это, если я сойду, то дело остановится. Мне было там три года назад 50 лет. Кстати, я в Сочи, да, спраздновал 50 лет? В Сочи. А я и 51 в Сочи спраздновал, да? И 52. И 53. Ну там тогда было 35. Помните, там эти официанты перепутали цифры? Или я выглядел на 35? А, вот так, да? Спасибо. Спасибо, спасибо. Это приятно слышать. Это что, три минуты осталось всего, что ли? Да ну, не может быть. Вы чего? Люди? Там, в будке. Давайте закроем эту будку. Или вот той... Экран спиной кто-нибудь. Закройте. Одиннадцать тридцать. Да нет, еще не три минуты. Десять. Фу, напугали меня. Хотя десять тоже мало. Ну, хорошо. А что я что-то начал говорить-то про день рождения? Ну, ладно. Ну, короче, мне 53 года сейчас. Скажите. Ну, я не помню, что я хотел сказать. Давайте мы сейчас тогда перейдем уже к тому месту. Евангелие от Марка. Ой-ой-ой-ой. Песню не надо было петь. Евангелие от Марка. А можно тогда, Сергей, выйди? Ты мне поможешь. Гуслиста надо мне сейчас. Евангелие от Марка, пятнадцатая глава. В общем, кто был на первом собрании, смотрите. Служение, проповедь второго вот этого собрания. Я там уже петь не буду. Рекламную паузу попрошу, чтобы записали второе собрание. Тоже лично для меня и для вас. А можете остаться просто на второе. Да и все. Конечно. Что, куда нам идти? Сейчас на улицу там сдувает. Двадцатая глава. О, двадцатый стих, пятнадцатая глава. Все, сейчас уже в сжатом формате. Вообще-вообще. Когда же насмехались над ним, сняли с него баграницу. Я сейчас об Иисусе говорю. И здесь читаю про Иисуса. Одели его в собственные одежды. И повели его, чтобы распять его. Знаете, я увидел, почему мы так любим мир. Мир, он способен. Знаете, мир, он одевает сначала на тебя какие-то одежды. А потом снимает или спинает. У нас есть собственные одежды. Здесь написано, одели на него собственные одежды. Кем мы должны быть? Кто-то поклонением. Кто-то миссионером. Кто-то даятелем. Кто-то служителем. Кто-то пастором на полное время. Кто-то хорошим врачом. Но помазанным Духом Святым. Как лука. Знаете, и над Иисусом одели багряницу. Это мир так делает. Одевает тебя. Потом раздевает, смеется и распинает. Мир заточен на насилие. И здесь написано про Иисуса. Одели ему багряницу. Все, смеялись над ним. Потом сняли с него одежды. И дали ему собственные одежды. И повели его, чтобы распять. Застали проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова, Еруфова, идущего с поля, нести его крест. Знаете, еще одно такое мысль или тезис, наверное, который вы дома должны молиться тогда уже. Заставили нести. Скажите, когда мы служим Богу, нас кто-то заставил или мы сами несем? Знаете, есть разные моменты. Но здесь вот этого брата, он шел с работы. Он шел, уставший, с работы, а его заставили нести крест Иисуса. О, меня заставили. Или я взял крест Иисуса. Некоторые спрашивают, а что не в церкви? Ну, я пастор родила. А что это родила? Что, проклятие? Что, тебя от церкви отстранили? Наоборот. Ну, вот у меня ребенок маленький. Я сейчас служу этому. Это твой крест. А крест Иисуса ты несешь? Есть наш крест, братья и сестры. Мой крест. Я отец, у меня пять детей. Это мой крест. Я должен его нести? Был бы я в церкви, не был бы я в церкви. Я должен работать, я должен кормить, я должен воспитывать. Это мой крест. Это мой крест. А есть крест его. Есть его крест. И смотрите, нам нужно посмотреть сегодня в это оставшееся время в молитве где-то, дома помолиться. А несу ли я свой крест или его крест? Я увидел, когда я несу его крест, то мой крест, как-то он там в нем. В нем. Мне не тяжко. Мне его легко. И бремя его не тяжко. Сегодня много видишь, что мы же люди какие-то там. Ну, я вот там пока дома воспитываю. Я беременна. А что беременна? И нельзя служить? Что это, болезнь? Помню, сколько здесь. Катя тоже, я помню. Да, ну. Такая голубокая. Я молился, чтобы она не родила. Я сильно боялся. Пришло время, я родила. Что нам мешает? Несем ли мы свой крест? Это мой крест. Или его крест. Это второй момент. Дальше идем. 23 стих. И давали ему пить вино сосмирную, а он не принял. Посмотрите, ему давали вино, а он не принял. Божественное вино сосмирное. Божественный когор. А он говорит, я не буду. Я не буду. Знаете, одна история совсем. 20 лет назад я был в одной стране, это за рубежом, такая хорошая, богатая, культурная страна. И там у них традиции. И вот я сижу с женой, нас поместили в одной семье, и они предложили нам бокал хорошего вина, который пьет королева. Я говорю, да я не буду. Да это королева пьет. Я говорю, так мой царь не пьет. Ему давали, он не пил. А это королева пьет. Ну, я говорю, это ее проблема. За здоровье королевы. Зачем я буду свое здоровье портить, чтобы пить за здоровье королевы? Поймите, глупо. И мы рисковали сильно, мы были у них дома. Они могли бы нас сказать, ребят, вы со своей святостью идите куда-нибудь вон там, на вокзал или в ночлежку. У нас много здесь ночлежек, мы добрая, хорошая страна. Я говорю, нет, мы не будем. Ладно, не будем. Немножко напряг, но потом все прошло. На следующий год я опять приезжаю к этой семье и он уже приглашает меня на день рождения, где его родители приехали, где много гостей, где много-много всего. И он встает, он говорит, друзья, я хочу предложить вам, ну, вот, за наше там здоровье, за день рождения, но я знаю, что здесь есть священник Бога Всевышнего и живого, который не пьет. Я думаю, слава Богу. Знаете, ему давали вино, но он не пил. Он не принял. Тебе могут дать не только вино, хоть что дать, идею, какое-то учение какое-то, но ты его не принял. Есть учение пастора Олега, есть учение церкви Олега Васильевича. Ты его прими. Вот это вот хорошее вино, благословенное вино. И ему давали вино со смирной, смирной это так, ну, смирной, это такое божественное какое-то, а он не принял его. Ну, ладно, что-то я здесь завис. Идем дальше, правда? Что-то как-то... Распявшие его делили, одежды его бросали, жребием. Опять же, не те царские одежды по границу, а его одежды делили. Это важно, нам иметь свои одежды. И дальше двадцать девятый стих уже совсем-совсем сокращаем. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, эээ, разрушающий храм и в три дня созидающий. Вообще, эээ, это культурно говорить? Эээ, в Библии есть, значит, культурно. Если кто-то говорит, эээ, не обижайся на него. Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобные первосвященники, книжники, насмехались, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, Царь Израилевый, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его. Мы в одном Евангелии читаем, что один вроде говорит, Господи, буди, ну там замолвить слово, а здесь написано, и тот, и тот поносили. Ну то есть мы здесь читаем в этом Евангелии, это ангелие, все, кто проходил мимо, все, первосвященники, книжники, все, кто был с ним рядом на кресте, все злословили и поносили его. И все говорили, сойди с креста. Мы где-то это читали уже, не правда ли? Помните про Ниэмину? Сойди, давай поговорим. Они также говорили ему, Иисус, сойди с креста, и если ты сойдешь, то мы в тебя уверуем. А Иисус висит на кресте и говорит, а я занят большим делом. Кто рад, что Иисус не сошел с креста? Сегодня мы уверовали не потому, что Он сошел с креста, сегодня мы с вами уверовали, потому что Он не сошел с креста, потому что Он остался на кресте, смертью смерть поправ, сущим в огробах, живот даровав, жизнь даровал нам. Мы уверовали сегодня в Него, и мы имеем жизнь, мы имеем вот эту радость, потому что Он не сошел с креста, Он не спустился поговорить с этими людьми. Ну с ним понятно, а с нами Последняя, предпоследняя мысль Когда мы служим Когда мы несем его крест Его, как уже это Сами разберитесь, заставили вас Или вы добровольно взяли Лучше добровольно Хотя иногда и заставить надо Потом понимаем Слава Богу, что меня заставили Как Симон Кириньянин Я шел уставший с работы Я шел, я хотел домой Я видел окна уже своего дома А меня заставили кормить бомжей этих Да слава Богу, что заставили Там ты понял что-то Там ты увидел, что у тебя вообще все есть До этого ты думал, что у тебя что-то нет И вот этот Симон Кириньянин Которого заставили нести крест Я уверен, что он потом благодарил Бога И людей, которые заставили его нести крест Иногда нас нужно заставлять Мы сегодня Если я скажу, кто из вас Ну так не сильно хотел идти в церковь Поднимите руку Вас заставили Я понимаю, здесь святые Они все на второе придут Кто не хотел идти утром в церковь Они на второе собрание придут Ну я вот как-то Меня заставили идти Один я грешник Господи, буди меня грешного Прости меня Ну даже если и заставили Потом это в радость приходит И сегодня Вы в каком-то служении Мы сегодня помолимся Просто знаете Ну пусть это раньше заставили Но сейчас Яс Как помните в одной истории С женщиной, которая Говорит, идите, идите Посмотрите Идите, посмотрите Там вот пророк Идите Помните женщина-самаритянка Всему городу Она же заставила их пойти Помните? Заставила И все пришли такие И потом они встречаются С этой женщиной И уже говорят Уже не по твоим словам Знаю, что Он Христос Мы уже сами поняли Что Он Спаситель Она заставила весь город Прийти к Иисусу И весь город пришел Знаете, иногда говорят Надо сам Пусть сам выберет Дети, они должны сами выбирать Кого они должны сами выбирать Вперед из песни Если ты их не заставишь Их другой кто-нибудь заставит Вперед из песни Себя заставь И знаете, вот это Когда Иисус с самарянкой Встретился Эта самарянка пошла в город Рассказала всем И заставила всех Прийти туда И все уверовали И говорит Иисус, останься у нас Останься И Иисус побыл там Два-три дня, по-моему Если я не ошибаюсь Сегодня это отношение К нам идет Знаете, люди уверуют Не тогда, когда мы все бросили Пошли отдыхать Обиделись Когда мы на кресте Когда самая боль Когда к тебе кричат Ну что тебя там Дуранули Десятины носишь Пожертвование носишь Песенки поешь Да? И что? Давай иди к нам сюда Давай вот сюда Посидим здесь Поговорим Ты остаешься на кресте Ты остаешься на этом Почему-то как-то вот Все пошло не так И знаешь И цель такая Ну, я имею в виду Все не так по времени Пошло Эти четыре нуля Прям вот так вот Буду сейчас проповедовать Это вообще-то Господи Убрали Слава Богу Спасибо тебе, друг Макс Спасибо Ты объявляешься Почетным гостем Города Томска Давайте Добрый человек Добрый Вообще Мне здесь расписание дали Призык к покаянию В час тридцать пять Вообще-то все Все нормально Сейчас сколько времени Давайте встанем Давайте встанем Так что все по плану Василич, у нас все по плану Идет, слава Богу Давайте мы помолимся Я сейчас даже не хочу Делать призыв Вот тот первый раз Я хочу Сделать призыв К каждому Кто сегодня Даже Служит Из нас Возможно Вы увидели В этом себя Возможно Вы увидели В небе Может вы думали Да я что Ладно Это вот Пастор Олег Или братья Служители Они вот служат Что-то здесь А я Скажи сегодня Драгоценный брат Скажи сегодня Возлюбленная сестра Я занят Или я занят Большим делом Большим Это будет одна молитва Это одна молитва Что еще О чем я там еще говорил Ну каждый посмотрите Кто-то может быть Увидел что-то больше Потому что Дух Святой Он настолько Ты говоришь об одном А Он тебе показывает другое Ну о чем я еще говорил Что Не одевая одежды этого мира Не смотри на этот мир завистью Помните Лия Дочка одного из патриархов Решила посмотреть А как там в мире Только вышла Ее изнасиловали сразу С нее сняли одежду Сняли Мир заточен так Насиловать С нее сняли одежду Изнасиловать И Бог даже не защитил А где был Бог Бог же мог бы стрелу какую-нибудь Чум А это ее выбор Она смотрела на мир Она завидовала А как там девчонки Там вот эти Сняты одеждой Это еще одна проблема Пусть мир смотрит сюда Пусть мир завидует нам Пусть мир смотрит И говорит У них там братство У них там сила У них там любовь Настоящая любовь Не похоть А настоящая любовь У них там Просто искренние люди Без лицемерия Без лукавых Просто открытые люди Пусть мир завидует нам Нам нечем им завидовать Потому что там ничего нет Вот еще один момент Что еще про крест Он смотрел в глаза Он смотрел в глаза Иисусу В те минуты Или там Ну там не часы В те минуты страданий Вот этот Симон Кириньян В этом его кресте Есть исцеление В этом его кресте Есть прозрение Есть успех Все что нам нужно Есть на этом кресте Но мы порой несем Всегда захочет Чтобы ты сошел С этого креста Ну что ты уже жертвуешь Кто тут Недавно пришел Пусть они жертвуют А я уже 20 лет жертвую Исходи с креста Всегда Ну что ты уже здесь Уже все Давай сойди Просто вот Просто посиди Иди помолись А вот Про день рождения Ты вспомнил Слава Господь тебе Аллилуйя Папочка Рубин спасибо 50 лет А знаете Есть в Библии Юбилейный год Помните такое Когда 49 лет И 50 настаёт Они давали Юбилейный год Я подумал А почему бы мне Юбилейный год Не устроить Все по-библейски Один год Не буду работать Служить не буду Буду просто ходить Разговаривать С Богом А потом я понял Что этот дьявол Хочет рассказать Да сойди с креста Просто Отдохни Поспи Посиди Я сказал Не или нет Я не сойду с креста Знаешь Вот эти моменты Они очень тонкие Такие И все будут Злословить тебя Все будут крутить Чего ты там ходишь Поёшь всё ещё Да Дуранули тебя Нормально тебя Бомбанули Тебя вообще Крышу бак снесло Вообще вот так вот Просто конкретно А ты говоришь Я занят большим делом В общем Таким образом Знаете Закроем свои глаза Братья и сестры Я тоже закрою Мы помолимся Короткой молитвой Молитвой покаяния Там написано В 11 35 покаяния Сам посмотри В свое сердце Пожалуйста Будь честным Пусть никто И ничто не отвлекает тебя А просто сам Ты стоишь с Богом Если Ты тот человек Который понял Что ты считаешь Я занят большим делом Подними свою руку Там где ты стоишь Не важно Какое у тебя служение Не важно Не важно Может ты помощник Помощник помощника Какого-то там Детского Служения Что ты просто вот Супчики расставляешь В детском залчике И все Твоя Ты занят Большим делом Подними свою руку Если ты Ты понимаешь О чем я говорю Просто Знаешь Когда ты ставишь Этот стул Ты благословляешь Тех детей Которые присядут На этот стул Которые будут великими Если ты занят Большим делом Просто Так же Давайте помолимся Дорогой Отец Небесный Во имя Иисуса Христа Божий Святый Сегодня мы В твоем доме Сегодня мы В твоем собрании Сегодня мы Господь В твоем присутствии Мы молимся Дай нам это понимание Откровения И если у кого есть Оно укрепи Это откровение Господь Кто может быть Его не имел И думал Ну что я Что там от меня Приду я Не приду Вообще Никто и не заметит Но нет Не так На самом деле Неемия говорит Что если я не приду То дело остановится И сегодня мы говорим Что если я не приду В служение Если я сойду С этой стены Если я сойду То дело остановится И я не буду этого делать Во имя Иисуса Христа Будьте 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 Продолжение следует...